И сейчас, братья и сестры, как дух святый сошел, да? Как наполнил обитель это и каждое сердце. Сегодня у нас в гостях гость, и это наше благословение, для нас благословение, епископ Сергей Журавлев. Давайте поприветствуем его. Алло, я! Слава Господу! Сегодня слово к нам в копчине. И сегодня для меня большое благословение. Огромнейшее благословение и счастье быть с вами. Разделяю эту радость и вместе славить нашего Господа, нашего Бога, Спасителя. И привет вам огромный от моей семьи, от супруги, от фишек наших. У нас шесть детей. Алилуйя! И от наших церквей тоже, от всех святых, короче, привет вам огромный. Слава Господу! Слава Господу! И сегодня я хочу поделиться тоже словом, свидетельством. И действительно это, скажу, послание неба, которое для человека является самым важным, самым основным, самым главным. Вы знаете ли, если, как мы говорим, до нашей эры, да, то есть до мессианской этой эры, до того, как Иисус Христос, Ишуа Машех, Он совершил на Христе спасение наше. До того момента, когда исполнилось предсказанное пророками, до того, как провелась его божеская и святая кровь на нашу землю. До того момента, люди на этой земле, а особенно те, кто не принадлежал к Израилю, люди разных народов этой планеты, многострадальной земли, люди имели какое-то моральное право, знаете ли, сомневаться в Боге, сомневаться в Его милосердии, в Его любви. И имели какое-то оправдание вот этому сомнению своему то, то, что произошло 2000 лет тому назад, это действительно все новое. Это действительно величайшее чудо из чудес. И Бог доказал к нам свою любовь однажды и навсегда, доказал великую свою любовь. Он и до того доказывал эту любовь многожды. Он свою любовь доказывал каждый раз, посещая эту землю, благословляя эту землю. Он доказывал свою любовь отцам, патриархам, пророкам, и через них так или иначе говорил ко всему людству, ко всему народу, ко всем человекам, этим словом, ко всем людям. Но, 2000 лет назад, что-то изменилось. Все. Господь воистину, по-настоящему, на самом деле, Он умер за нас и воскрес для нашего правдания. И это изменило ход мировой истории, всей мировой истории. Это действительно величайшее чудо. Бог доказал к нам свою любовь, чтобы никто отныне и навсегда, из всех живущих на этой земле, уже не мог даже грамм какой-то, даже совсем чуть-чуть, но сомневаться в Его любви. Он доказал к нам свою любовь. И это величайшее послание этому миру, этой земле, всем нам. Что Бог во Христе примирил с Собою мир. И Он дал нам служение примирения. Он примирился. И знаете ли, часто, действительно, чаще первым протягивает руку, просит прощения. Чаще мы видим это в жизни. Не самый виноватый, а чаще самый сильный. И самый любящий. И самый искренний. И Бог первым протянул Свою руку. Он примирился с нами. Тогда, когда мы еще были во вражды с Ним. Он примирился с нами через кровь Слова Сына. Он примирился с нами. Однажды и навсегда совершил великое искупление человеческого рода. Когда Мессия умирал на кресте, Он воскликнул совершимость. Многие проповедники, разные конфессии, разные динаминации. Это слово часто повторяют. И очень прекрасно, что оно напоминается постоянно, как свидетельство завершенной работы Бога. Завершенного спасения. Совершилось искупление рода Господа. 2000 лет назад, там, на Голгофском кресте. И сегодня Мессия распятый и воскресший, и вновь грядущий. Он сегодня проповедуется так или иначе во всех странах, во всем континентам. Сегодня на всей земле нашей звучит евангельское слово. Сегодня, особенно в эру интернета, сегодня, когда у нас на телефонах, на середакшинах, десятки переводов Библии, звучит слово, даже если не можешь, нет времени читать, слушаешь, притом в разных исполнениях, пожалуйста, с инсценировками или просто чтец, читаем тебе слово Божье. Когда же люди имели такую благодать, такую возможность? Не было такого времени. Нам бы безусловно жить в такую эпоху, в такое время, когда слово Божье проповедуется так, как никогда раньше оно не проповедовалось. Сегодня разве что-либо не читает Библию. Сегодня любой человек. Я бывал и на крайнем севере, в Заполярье, на берегах Северного Ледовитого океана, притом в разных, и Аляска, и Якутия, и Ямал-Ненецкий округ, и Воргута, и по всему фактически, кроме канадского побережья, проехался. И, знаете, бывал в малых народах, проповедовал, среди тех народов, которых остались сотни, в лучшем случае тысячи представителей, вымирающие, говорят, народы, малые народы. Но даже в этих народах люди слушают слово на своем наречии. Люди читают Библию на своем наречии. Это прекрасно. Знаете, я посещал и ненецкие эти вот, как называются, не забыл я уже. Неранги эти. Ну, не неранги, там что-то такое у них там. Чумы, чума, а, чумы. Какие еще там эти жилища, у индейцев бывал. И, знаете, вот среди этих народов, знаете, люди Бога благодарят. Однажды посетили мы одну чуму, один чум этот, зимний, где жило сразу несколько семей. Ну, обычно так они спасаются, так и живут во время страшных морозов. Ну, когда за бортом там минус 30-40, это еще как-то нормально, жить можно. А когда 50 и ниже, то очень сложно выживать. Знаете ли, там было в Заполярье и минус 65 было, и ниже опускалась температура. То есть, экстремально для выживания температуры. Когда техники не выдерживают и приходят в негодность. Но люди выживают даже в таких страшных условиях. Я помню, мы взяли в этот чум, просто просили, там в этом чуме, значит, было несколько человек уже обращено, уверовавших. И просили, чтобы вот у них побывал священник. И там благоставлял я маленького ребеночка, который родился накануне. Ему было всего лишь, ну, ему двое суток было полно от роду. Там же родился он, в этом чуме, на улице, просто невероятный холод и олени. Не знаю, как они выживают там, честно говоря, но они были похожи на замороженных уже этих. Олени стояли, разбившись в кучку. Вот, значит, как бы, а в этом чуме, знаете ли, как вот в таком полумраке живут люди, спасаясь эти суровые такие дни, самые критические, такие опасные. Там до минус 73-х опускалась температура по сенсию в те дни. И было очень сложно даже, как бы, экстремально передвигаться там. И знаете, благоставляя маленького вот этого человечка, его назвали Гавриилом. Дали ему имя такое, хозяин чума, он, значит, сам православный. И, знаете, благоставляя этого маленького человечка, вот только что родившегося, знаете ли, на этой планете, среди оленей, таких морозов страшных, я держал вот этого человечка, и, знаете ли, какая-то благодарность Бога особенная была в моем сердце. И интересно, и хозяйка, она включила, у нее айфон, ну, как бы, продвинутое, знаете ли, да, значит, не смотрите, что у них там оленя, у них там и айфоны, и айпады, и все, как бы, есть интернет. Значит, и включила запись, ну, на их наречии, на их наречии Слово Божье. То есть, чтец читал из Евангелии, как раз, мне как раз один из миссионеров перевел, что как раз читаются из Евангелии, значит, фрагменты на их наречии. Знаете, для меня это непонятный язык, для меня это очень чудной язык был, но для них это их родной, их отцов, их дедов, прадедов. И, несмотря что их мало осталось на этой земле, как бы, но даже для них Слово Божье, я так слушал, умирялся, вот, не понимая их текста, да, но понимая, что Слово Божье им читается. Некоторые из них плакали, некоторые из них задумывались, сидели, слушали, вот, и потом я проповедовал, переводили на их диалект, их наречия, меня, и потом, когда мы возвращались, слушай, я был сейчас там в Заполярье, в самой северной миссианской еврейской общине, это за Файл Бэнксом, это за Заполярье, в вечной мерзлоте, и там есть Евреи? Слушайте, и там тоже, Петя, что пошло, там русские евреи живут, они уже живут, в самой северной миссианской, там, да, среди мерзлоты, вот, значит, и собрание миссианских евреев в Заполярье, я подумал, что, да, значит, и, знаете, сердце радуется, когда в таких поездках бываешь, видишь разные народы, разные племена, и славящий Господа, и слушающий Слово Божье, читающий Слово Божье, и понимаешь, что действительно исполняются в наши дни, на наших глазах, в нашем поколении, исполняются слова пророчества миссии, которые говорили, что будет проповедовано это царство, Евангелие царства всем народам, во свидетельство им, и если в прошлые столетия, в эти два тысячелетия слова звучало, но не так интенсивно, то в эпоху интернета это стало повсеместным, это стало самым распространенным, и поэтому Бог действительно дал благодать особенную нашему поколению, особенно нашему времени, слава Богу. Конечно, исполняются и самые страшные пророчества на наших глазах, также тьма усиливается, но, дамы и господа, братья и сестры, никакая тьма не сможет погасить свет Божьего Слова. Наоборот, свет Божьего Слова прогоняет всякую тьму из сердец русских. И даже я и у себя в церквях, и в гостях это бываю, я пример такой привожу, если, допустим, автолюбитель, да, мы едем за рулем, мы за рулем, и вот навстречу автомобилей с зажженными включенными фарами, И если это, допустим, днем, это вас не ослепляет, а если это в полумраке, это уже ярко, очень ярко. А если это в густой тьме, это слепит тебя уже. Та же лампа, тот же накал, но это тебя уже ослепляет, потому что тьма сгустилась. Но свет от этого еще ярче. Иисус Христос, Ишуа Машиах, Иса Масих, Джизус Храйс, люди, миллионы и миллионы людей провозглашают имя Спасителя на разных языках, на разных наличиях, с благодарностью, с любовью. Друзья, он и вчера, и он и сегодня, и он вовеке тот же самый. Но сегодня его свет еще ярче. Почему так? Потому что тьма спущается, но его свет еще ярче. Как было во время того древнего исхода, так вот и во времена нашего времени, времени нового исхода. Так же, тогда помните, на Египет опускалась тьма, и люди были во тьме. Как в сердцах людских было темно, так и вокруг людей стало темно. Но в жилищах праведников был свет. Сверхъестественный свет. Потому что в их сердцах загорался свет Бога. Свет его любви. И этот свет никакая тьма не погасит. Мы знаем, что и тот свет, который горел тогда, там, в Египте, сверхъестественный свет, это был облеск того, кто есть свет, является светом настоящим, с большой буквы. Просвещающим всякого человека, приходящего в этот мир. Этот свет сам Мессия. Сам Ишла, сам Христос. Этот свет сегодня, он в нас, верующих. Он среди нас. И он в нас. Это самая великая тайна. Я, друзья, сегодня, слава Богу, воздаю за это таинство. Даже есть правильнейшее слово в русском. Таинство. Потому что эта тайна, она уже явна. Она открыта 20 лет назад. Но она не тайна, в смысле, закрытая информация. Она тайна, в смысле, таинство. Христос в нас. Упование славы. Это самое великое таинство, которое может вообще знать человек. Самое великое таинство. И когда Машиах родился, когда Христос родился в этот мир, его первое, мы говорим, пришествие, знаете ли, перед его пришествием люди голову ломали, слишком много неразрешимых противоречий было о нем сказано пророками, казалось бы. И как об униженном и оскорбленном, и как об прославленном и великом. И как о рабе, и как о царе. И в мире слишком много было такого, что, знаете ли, мнений о нем, о его царстве, было множество в разных школах. Сегодня, конечно, за ним числом мы уже понимаем, уже кое-что, мы уже знаем нечто, что шла речь о его двух пришествиях. Но вот когда он первый тот раз, два тысячи лет назад, эту землю посетил, пришел в этот мир, то исполнили слова пророчествия. И первое пророчество у Матфея записанное, что исполнилось при его Рождестве, это то, что Христос, пришедший в этот мир, он был назван Эммануилом. Эммануэль, Эммануэль, Эммануил, Эммануил. И для меня это величайшее таинство, для меня это свыше, просто свыше некий глаз. Эммануэль, Эммануил. И переводчики переводят как «С нами Бог». Переводят как «С нами Бог». Даже, кстати, в православной традиции очень красиво. Ну, конечно, пасхальные служения самые красивые, зрелищные и красивые, но есть не менее красивые, или чуть менее красивые, но прекрасные тоже служения, вот рождественские, крещенские, «Великое вечерное». И там, когда хор поет «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйте са». Нет, прекрасно, там хор поет «Яко с нами Бог». Вот Эммануэль обычно переводит как «С нами Бог». Но есть еще более точный перевод слова «Эмману». Я не переводчик с иврита, но слушал хороших учителей иврита. И, дамы и господа, есть слово другое еврейское, схожее с «Эмману» – «Этану». «Этану» – «Эль» буквально переводится как «С нами Бог». Но у пророка было сказано «Эмману». И по номерам «Стронга» мы можем смотреть, да, действительно, слово «Эману» стоит, не «Этану», «Эману». Оно пишется и звучит одинаково почти для уха нашего, но разные значения имеют. Слово «Эману» имеет еще значение, самое прекрасное, «внутри нас сущий», «растворенный, выпитый, съеденный нами». Вот это мне так понравилось. И самая прекрасная иллюстрация – это с водой. Я художник вообще по своей специальности, доцерковной моей специальности, художник-оформитель, и для меня как бы больше образное такое, как бы важен. Образ сам важен. И я даже бываю там даты, имена некоторые не сразу запоминаю, а вот сам образ, «эмпрессио», как художники еще говорят, «эмпрессио», впечатление само сохраняется. И вот такая иллюстрация. Да, и в начале 88-го года, в конце 87-го, начало 88-го годов началось мое церковное служение православное. То есть получается уже больше 30 лет весу служения православное церковное. И последних 20 лет уже как реформатор дружусь. Так вот, и интересно, как бы художник для меня был на целом открытием. Вот вода, которая в стакане, вода на иврите «Маим». Очень интересное слово. Я по матери Татарин, мама моя Ибрагимова, по матери Татарин, по отцу еврей. Вырос, ну кто, все русские были. Знаете ли, как бы и… Это как бы чуть-чуть у нас случилась одна девчонка. У нее похожая история. У нее мама еврейка, а папа цыган. Вот. И мы спрашивали, а ты кто? Да гусская, гусская. Как-то раз. Интересно. И вот, ну все гусские. Знаете, вот интересно, когда в разных словах, в тюркском, в татарском, допустим, «Маим», «Маим» – это другое значение совсем. Это жир, там, значит, масло, там, внутренний жир, барабий жир, допустим, да, значит, тоже относят также называемые. Вот. А в еврите «Маим» – это вода. Вода. И даже есть много очень красивых еврейских слов. Самое, наверное, красивое. «Шэн Маим» – небеса. «Шэн Маим» – небеса. То есть имя, дающее воду. Имеется в виду баруфа шэнгу. Имя всемышнего дающее воду нам. Вот. Одно из значений. Вот. Вода, которая в стакане, для описания ее, я могу использовать только лишь слово «этана». «Маим». То есть вода, которая рядом со мной. Но это одна история. Но если я ее выпиваю, ваше здоровье. За реформацию. Шабашу вам. И вот, когда вода, она во мне уже, вот для описания ее я могу употребить слово «эман». Она растекается во мне, она в части меня остановится, а я в части ее остановлюсь. Но как я могу выпить Бога? Как я могу съесть Его? Мессия не говорил, что кто-нибудь будет есть Его и пить Его, то даже, собственно, и не Его, если честно. И, конечно, эти проповеди Мессии, они потрясали современников. Да и сейчас они, как бы, очень революционно звучат. Но, знаете ли, тогда даже большая часть Его учеников, они перестали с Ним ходить. Они ушли с Его собранием. Его сына Бога опустела. Осталось немногие, немного осталось людей. Но даже оставшимся Иисус понимал, что, как бы, им трудно переварить то, что Он им дает. И Он даже не предложил в этот день, если что, я не обижусь, пожалуйста, вы можете тоже уйти. Я вас пойму. Я вас пойму. Я начну сначала с другими людьми уже. Но, слава Богу, за нашего брата, за Кетра, который выразил мнение оставшихся, он сказал, что, ну, он, я так понимаю, выразил следующее мнение, что, хотя мы, может, много что не понимаем сейчас или иначе мы с ним как-то иначе понимаем, но ты действительно имеешь глаголы вечной жизни. Ты имеешь слова, которые свыше, которые, пусть даже, может быть, сейчас непонятны нам так, но которые действительно свыше от Бога. Пусть Господь благословит нас в этом таинстве, друзья. Потому что, действительно, когда верующий человек именно принимает Христа внутрь себя и ежедневно совершает вот это таинство, когда Христос в нас проникает, а мы в Него. Это великое чудо. Иисус, когда уходил, Он сказал ученикам, что проповедуйте Его Слово, Евангелие, Благую Весть. И Он сказал, что кто будет веровать и креститься, будет спасен. Кто не будет веровать, будет осужден. И вот, крещение, здесь идет речь не только об обряде самом, даже не столько об обряде водного крещения или твилы, погружении этого, но идет речь о погружении в Него, Бога в Слово и пропитывании им. И этому есть очень интересное свидетельство из Слова Божьего. Потому что само Баптизо, слово, которое использовалось для описания вот этого таинства, погружения, в современном греческом языке оно имеет значение окунание, погружение как окунание. Но в старом том, на котором написан был Новый Завет, во времена Иисуса и после Него еще, некоторые столетия, ну понятно и до Него, до нашей эры, использовалось в другом совершенно значении. было значение погружение, в смысле там пребывание уже, погрузиться и там остаться. То есть не просто как окунание, как переживание разовое, а как пребывание там. И использовалось Баптизо для описания, ну как, в основном солень огурцов, ну и других овощей. Да? Слышали об этом? Нет? Интересно. Еще лет за триста даже, до Нового Завета, до нашей эры, использовалось для описания соленья огурцов. Значит, и молосол, я не знаю, там уже накрывают столы, я вижу, да? Значит, но, любите молосол? Да, в молосольном огурцове своя прелесть, да? Он сохраняет элементы свежести, но на шкурке уже соль. И вот сочетание свежего и соленого свой прелесть создает. Так вот, для описания молосола греки слово Баптизо не употребляли. Они тоже любили молосол, но слово Баптизо не употребляли. А употребляли Баптизо для описания огурцов, прошедших полностью просолочку уже. Имеющих соль не просто на шкурке своей, а внутри себя соль уже имеющая. И Новый Завет так и говорит нам, чтобы мы имели соль, внутри себя имели соль. Удивительно. То есть, товарищ огурцы и огурчихи, и огуричные. Вот, задача-то наша, огуричная, просолиться. И, конечно, ну, в принципе, что от огурца требуется? Не знаю. Наверное, самое главное, основное, не дергайся. Расслабься, не дергайся. Просто принимай, и все. Потому что, в принципе, от огурца ничего особенного не зависит уже. Главное, не дергайся, не высовывайся. Прибывай в этом рассоле, и он тебя просолит. И от своих собратьев там погрядки ты будешь отличаться всем уже потом уже. И запах, и вкус, и цветом ты уже совсем другой уже огурец. Ну, конечно, те там создавающие погрядки, среди которых ты рос, другие там огурцы, конечно, они там могут подумать, вот какой огурец пропал. Знаете ли, рос себе на грядочке. Хороший был дружок. Но на самом деле, судьба тех, кто останется на грядке, печальна. И Бог всемогущий, Творец наш, Он хочет, чтобы весь урожай был спасен. Чтобы все были спасены. Чтобы все не погибали на грядках там, а были с грядок собраны в катке. И прошли просолку Божьим Его Духом, Божьим Его Словом. Аминь. Аминь. Поэтому, друзья, просаливаемся мы. Аминь. И сегодня у нас шаббат такой необычный во многом. Ну-ка, я... Вчера мы, ну-ка, встречали шаббат, да? Вы здесь, в Москве, встречали шаббат. Ну, неважно, где мы встречаем шаббат, в кругу семьи, или в общине, или в каком городе. Знаете, это таинство, определенное таинство вхождения в такую другую реальность. В особого рода реальность. Когда мы встречаем шаббат, то мы зажигаем свечи. Да, вот, ну, обычно минимум две свечи зажигаем. Которые нам напоминают двух, ну, как есть многие разные объяснения. Но одно из объяснений говорит нам это о двух важных идеях шаббата. Первое, что он создатель Бог, создатель всего мира. Что он шесть дней трудился, создавая этот мир. Седьмой день он отдохнул, почил с нашими пра-пра-пра-пра-пра прародителями, Адамом и Евой. Это был, наверное, удивительный шаббат. Все человечество было еще вот такое, совсем еще. Еще ничего, казалось бы. Мужчина и женщина, он и она. Это была песня песней. Знаете ли, и среди них был тот, кто благоставлял их в своем присутствии. Земля была невинной еще, целомудрена. Земля была, ну, не это еще вот того ужаса, который потом испытала наша планета и испытывает до сих пор. К сожалению, за эти 5778 лет, что минули, как бы, вот с того первого шаббата, много воды утекло, и много что изменилось, конечно, на нашей земле. И в растительном мире, и в животном мире произошли страшнейшие изменения, деградации. Но самые страшные изменения и деградации произошли, конечно, вроде бытском. Даже то, что произошло в животном и растительном мире, никакое сравнение не идет с тем, что произошло с душой человеческой. Знаете ли, это действительно так. И вот то, как вот евреи говорят, злое начало, которое поселилось в человеке, или, как мы христиане обычно называем, первородным грехом. Ну, как не называют, это все одно, одна проблема. Хрена есть, не сладче говорится. Вот то зло, что поселилось в человеке, как в существе, и будет наговорить, расплодилось в человеке своими метастазами, поражая всего человека, и дух, и душу, и тело, делая его мертвецом. Духовно мертвецом. Это правда, что произошло омертвение рода людского. Но знаете ли, 2000 лет назад совершилось чудо. Для нас, мертвецов, Евангелие прозвучало, и пролилась божеская кровь для возрождения, искупления рода людского. Слава Богу, друзья! И сегодня, да, ну, первая часть, да, шаббата всегда, как бы и первая идея шаббата, это творение всего мира. То есть человек, который субботу признает, да, он тем самым уже по факту уже признает, что этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, а Богом Святым. А вторая причина шаббата, она тоже указана в Библии, ну, их много причин, но основная, основные две. Вторая, то, что Он выбил нас из Египта, то, что Бог ненавидит рабство, то, что мы не рабы, рабы не мы, что мы свободны, что Бог, действительно, Он Бог свободен, и Он освобождает людей, атаков, разрушает царство и тьмы, выводит измученных на свободу. То есть вторая тема шаббата, это освобождение, свобода, величайший дар, величайшее чудо в жизни человека. Недаром во всех культурах человеческих наказанием является лишение свободы. Знаете ли, но, как вот один из евангельских верующих, еще в 19-м аж веке, в конце 19-го века, находясь, еще при царском самодержавии, находясь за Слово Божье, за Евангелие в вузах, в Петропавловской крепости, написал там стихотворение. Я был на экскурсии в Петропавловске и так далее, еще в Ленинграде, и удивительно, там всякие слова обозначены из сохранившихся надписей на стенах, но есть, оказывается, и христианская надпись. И там, среди прочего, написано «Со Христом и в тюрьме мы свободны, без Христа и на воле тюрьма». Вот удивительные строки, слушайте, да? Потому что настоящая свобода, она в Сыне Божьем, в Иисусе Христе, в Боге. Настоящая свобода. И, дамы и господа, братья и сестры, этот шаббат, он чем необычный, сегодня у нас какое число? 21-е по гражданскому нашему исчислению, да, Солнечному перендаря, 21-е апреля. По библейскому исчислению, по лунному календарю, сегодня 6-е число, ну, уже завершение 6-го числа, значит, месяца, ну, 2-го месяца. Библия называется вторым просто месяцем, но мы его по традиции называем Ия, этот 2-й месяц. А так он 2-й, если считать, как Бог повелел когда-то, от нашего исхода, месяца нашей свободы, от Ниссана. Потому что в Ниссане, или же в первом месяце, или же Авив, Авив, весна, да, Авив, или же в этом первом месяце весны, Бог совершил чудо нашего спасения, вывел измученных на свободу. И второй месяц, он всегда считался каким-то таинственным месяцем. Я имею в виду, ну, задолго еще до пришествия Машиаха. Мудрецы древние говорили, еврейские, что этот месяц, месяц без праздников, второй месяц. Потому что первый месяц, да, он ознаменован Песахом, да, Пастой, Исходом. Третий месяц, это Шавуот, Пятидесятница. А вот между ними, этим первым и третьим, второй, он без праздников. Но мудрецы говорили в древности, что во времена Машиаха, именно этот второй месяц будет ознаменован величайшими праздниками. Или же величайшим праздником. Интересно, как будут люди или мудрецы? В двадцатом столетии, именно во втором месяце, именно в месяце Ияр, произошли главнейшие, два главных чуда Божьих, имеют в виду такие геополитические, огромные, планетарные масштабы чудеса. Потому что Бог творит чудеса как в судьбах отдельных людей, так и в судьбах целых народов, и континентов, и стран. И есть чудеса, его такие общепланетарные чудеса, огромнейшие. И вот в двадцатом столетии, после окончания уже той ужасной Второй мировой войны, именно в месяце Ияр произошло чудо возрождения еврейского государства, Ияра, ищу на возрождение Ияра, аминь. Начало Ияра, начало второго месяца было ознаменовано 70 лет назад, в 5708 году, или же по гражданскому исчислению, в 1948. 14 мая, это выпало в 1948, выпало на 5 Ияра как раз. И хотя подавляющее большинство, включая и самого Бенгариона, и других там братьев, и сестер, знаете ли, большинство из них были люди далеко вообще не религиозные, как правило, далекими они были от того, что мы можем назвать людьми веры или религии. Хотя, как сказать, их взгляд на веру и религию был такой реформаторский. Бенгарион говорил так, что, чтобы быть реалистом в Израиле, надо верить в чудеса. Потому что это действительно так. Он это понимал прекрасно. Так вот, и начало Ияра туда знаменовано возрождением еврейского государства. Хотя, по итогам всего мира утверждали, что это государство однодевка. Это государство, которое простоит дни, месяцы, даже не годы. Ни у кого даже духу не хватало говорить о некоторых годах этого государства. Говорили, в первые же недели или месяцы шапками закидают, сомнут, сотрут с лица земли Израиль. Израиль, не имеющий ни армии, на честном слове держащийся. В общем-то, британцы уходят. Все, на съедение врагам остаются евреи. Ну, кибусники, ну, чем они будут драться? Знаете ли, но у них нету ничего. А кругом враждебные армии. Огромные армии. У Израиля шансов не было. По человеческим меркам действительно не было. Но знаете ли, если Бог за нас, то все равно кто просит. Если Бог за нас. И вот та песня, которая стала гимном на эти 70 лет, по крайней мере. Сейчас, говорят, уже конкурс объявлен и ждет нового гимна израильского, который будет, так говорить, уже отражать современную нам действительность. Хотя, я думаю, что эта песня, она и по-прежнему будет звучать в устав и в сердцах миллионов и миллионов евреев и неемреев. Эту песню мы поем тоже у нас на служениях. И там есть слова. На русском она поется вот так у нас. В сердце не указнет священный огонь. Будет стремиться еврейская душа. Будет стремиться к востоку на селон. В землю отцов, что Бог нам обещал. Нам надежда освящает путь. Мы две тысячи лет ее храним. Будем снова народом и свободным На Сионе, в Иерусалиме. Великое чудо Бог совершил тогда в Израиле. И чем больше враги ополчались на нас, тем сильнее становился Израиль. И в 1967-м опять выпало волею, казалось бы, случая. Все случайно произошло. Но, как говорил еще Чарльз Петджан в Британии, в 19 веке, что его величество случая, он говорил, это псевдоним. Его величество Господа Бога. Когда Бог напрямую под своим именем не работает, Он работает под псевдонимом. Его величество случая. И вот нам так вот совпало. Именно как раз в месяц ияре Армия Израиля контролировала уже весь Иерусалим. И евреев провозгласили спустя тысячелетия, почти два тысячелетия, провозгласили Иерусалим своей столицей. Вечной столицей. В 1967-м году совершилось это чудо. Это было в конце уже, в завершении месяца ияр. Но это был месяц ияр. Это был второй месяц. Друзья, на протяжении... Да, и вот в прошлом году мы 50-летие Иерусалима, как столицы уже еврейской, возрожденного еврейского государства праздновали. И в этом году 70-летие Израиля. В календаре нашей церкви этот год, он весь полностью обозначен как год 70-летия возрождения еврейского государства. И это чудо планетарного масштаба. И даже если, может, кто-то из присутствующих, или потом смотрящих уже после в записи, подумает так, ну, к примеру, я не еврей. И зачем мне это все? Знаете, это чудо, вообще любое чудо Божье, оно касается всех. Потому что Бог любит всех. И Он хочет, чтобы все люди спаслись. Тем более, когда Он совершает чудо, касаемое, ну, вообще всей планетой, всей земли. В Библии, в Божьем Слове, есть много прекрасных слов. Я очень люблю эти слова перечитывать из книги пророка Иеремии. Книга пророка Иеремия. Кстати, это первый текст, ну, не совсем так, но первый пророк, первое пророчество, которое я читал в своей жизни из Библии вообще. В 13 лет, мне было тогда 13, от роду моя бармица совершилась таким удивительным образом, сверхъестественной. Вот. Я рус семья атеистов, и ни о какой реальной бармице не могло быть у нас речи, хотя мой дедушка, он обрезал всех у нас мальчиков, татарских, еврейских, но это у нас касалось больше культуры. Как бы это не было частью религии даже у нас больше, это частью культуры касалось, и все. И, знаете, ну, так получилось, что вот в 12 с половиной лет я заболел и, ну, и все, и умер. А это слово, тогда я умер. Умер от пневмонии, вот, двустороннего спаления легких, и врачи не смогли спасти меня тогда. Вот. Мама, папа плакали, потеряв сына. Вот. У них оставался еще один сын мой, наш брат. Вот. Ну, врачи объяснили, что все, как бы, к сожалению, потеряли сына, значит, то есть у меня, значит, оба легких отекли, и наступила смерть. Вот. Но на самом деле это было лишь начало, как оказалось потом. Потому что, когда я умер, я не понял, что я умер, честно говоря. Потому что я не перестал существовать. Я не исчез, не испарился. Когда умирал, какие-то, не знаю, секунды, или как там происходило, не помню, но меня выдавливало из моего же тела. Я понимал, что я умираю. Что все, это конец. Ну, только одно было, что природа несправедлива. Мне было обидно, что мои сверстники, зато в школу поймут, у меня не будет. Что, ну, я представил себе, как это, как лампочка перегорела, ее же выбрасывается. Вот и все, как бы. И я понимал, что сейчас я вот все, у меня додали до конца, и я умру. Ради чего? Зачем все жил? В первую в жизни у меня были такие серьезные вопросы. Никогда раньше я эти вопросы перед собой не ставил. Ну, по крайней мере, вот так вот. Я их не ставил вообще. И знаете, на них не было ответов. И последнее, с чем я умер, это было, ну, чувство обиды просто. Обиды, что все так несправедливо. Что я жить, я жил и так вот. Вот. Страх. И обиды. И когда-то, и боль, конечно, больно было. Вот. Когда добило на грудь, ну, берите того, что уголек я хотела, это страшно очень больно. Любой, любая попытка вдоха-выдоха, это слист, хрип такой, значит, знаете ли, и потом последнее додавило меня сюда. Но когда я умер, я не понял, что я умер. Я не понял, потому что я не перестал существовать, я не исчез, не испарился, не растворился. Вот. Я, я дую, и даже еще он был больше, чем, как бы, раньше, будем так говорить, умнее, и все понимал. И самое интересное, я был перед Богом. Конечно, первые секунды было очень глупо все. Ну, мне казалось так, что глупо. Мне казалось, что я вообще обозорился. Вот. Потому что еще даже за секунду до смерти я не знал, что вообще Бог в природе существует вообще. Я не знал ни мусульманских теорий. Сейчас моя родня, татарская моя семья, многие стали религиозными мусульманами посещать мечети, даже такие автокрасальные, такие мечети. Вот. Один из моих братьев, он там даже учредитель одной из мечетей в Казани. Вот, значит, и, знаете, сейчас они, и там все у них, халяль, и кафлики, и молитвы про списание, все как бы, ну, как бы так приезжаешь, удивляешься, как бы. То, что было в советское время, и сейчас это, ну, совершенно разная уже, как бы, культура. Сейчас очень много религиозных этой культуры стало, вот, которые не было раньше у нас, просто-напросто. Ну, обычно советские татары были, а советские мусульмане как бы. В принципе, чаще всего атеисты, вообще полно атеисты. Вот. И, знаете, у меня не было никакой теории, ни мусульманской, ни иудейской, тем более, потому что моя еврейская семья, они были вообще полностью, как бы, открестившиеся, будет так говорить, от своих корней, и от любой религии и традиции, абсолютно вообще. Вот. Абсолютно атеисты. Бабушка там, ветеран НКВД, дедушка тоже был НКВД, был полковник даже НКВД, чекарь НКВД вообще. Вот, значит, и, то есть, получается, там очень все было запущено касательно веры, религии. Но, знаете, не важно, как ты умираешь и с чем ты умираешь, важно то, что ты, когда ты перед ним, там все тоже не важно. Там ты и Бог. Так было в моей истории, по крайней мере. Вот я вам рассказываю. Хотя я понимаю, я даю себе отчет, что ну, вы не понимаете это вообще. Ну, как, знаете, как Хаджа у нас среди говорил, сколько ни говори, халва-халва, кибарту Слав перестанет. Потому что, ну, помню тебя, все поймете сразу. Вот, самое интересное, я помню, я сразу все помню. Вот. Там сразу все понимаешь. Моментально все соображаешь и все понимаешь. Вот. Значит, поэтому, как бы, я, значит, и понимаю, что сейчас, может, непонятно, больше сейчас непонятно. Потом вы все поймете сразу. Но, в общем, дело, у верующих людей есть огромнейшее преимущество. Знаете ли, жить на этой земле, зная, что это так. Зная, что ты будешь перед ним. Что видимое время наше, а невидимое вечно. И многое другое. и все остальное. Так вот, друзья, дамы и господа, я был перед ним, а Бог, я ничего плохого не буду сказать, он очень хороший. Это я сразу, обратно внимание, он очень хороший. Я не мог его ни с чем сравнить, абсолютно. Вот его, этот, глаза, глаза, взгляд его, нужно отверзиться, взгляд. Опять-таки, как нарисовать? Я пробовал изобразить то, что я видел. Много раз брался за кисть. И тогда, в школе художественной, когда учился я, и потом училище художественное, и после училища уже брался за кисть, тоже пытался изобразить. Но каждый раз бросал работу, и понимал, что невозможно. Это как, когда завершаешь работу, и близок уже к завершению, вдруг, приходит апатия, и ты понимаешь, что это как, знаете ли, как смертный слепок спокойника. Это нечто застывшее, это не то совершенно. Там живое, там все живое. И он такой довольный, он такой счастливый, это просто не передать. И очень радостный. Вот это я точно запомнил. И он очень любящий, даже настолько, что я ни с чем не мог сравнить его. Ни с мамой, ни с папой. А у меня было такое чувство, что я проснулся. Вот как бы я 15 лет проспал, и у меня с него сидят не плохой, ничего себе сон. Но это было и понарошку. А по правочным вот сейчас, по-настоящему. Вот там я мог бы как-нибудь насквозь так пройти. Не потому, что я нереальный, а то, что она на самом деле не такая реальная. Понимаете? Трудно объяснить. И там еще похоже на сказку какую-то, на вот зазеркалье Алиса. Зазеркалье комнаты. Там все наоборот, шиворот-нагуборот. Знаете, там то, что ты, я, допустим, взял, это как будто там потерял. И наоборот, то, что отдал кому-то, это как будто я получил наоборот. То есть вот, но поначалу чувство кажется, но потом привыкаешь, и это кажется нормальным. И наоборот, то, что было до того на земле, это кажется ненормальным. Вот. Ну там и много таких, других путевых заметок таких для себя сделал тогда. Но очень интересно. И, конечно, это, мне там казалось, я самый плохой мальчик, что же на земле, там, знаете, вот провались. Со стыда было. А куда проваливаться? Там некуда. Там, ну, я не знал, куда можно проваливаться. Вот. Со стыда, мне казалось, я опозорился. И перед ними, и перед всеми, перед всеми теми я не знал. Но я понимал, что это, там, а там даже не нужно уговорить. То, что ты подумал, это сразу, как сказал. Наверное, там самые несчастные люди будут болеть. Там нельзя одно подумать, другое сказать, там, третий сделать. Это не пройдет вообще. Ты сразу как-то подумал, а ты как будто бы это сказал и как будто сделал уже. Понимаете? Это совсем другое. Абсолютно. Ну вот. Но это сразу понимаешь, что это настоящее. А вот это у нас не по-настоящему. Это у нас не так, как надо. А вот там, как надо. Как раз. Понимаешь, что это естественно, а вот это неестественная ситуация. Вот. И ну скажу так, не буду вас таблить сильно, но он простил меня. Я это видел. Я не буду там вас, может быть, смущать учениями на него, о прощениях после смерти, как бы, но я пережил это. За что купил, зато продал. Вот. Хотя до сих пор мне это трудно в теологию уместить, как бы, насчет какой бы это ни было. Но вот я вернулся в теологию, воскрес, и да, но вот эта импрессия, вот это впечатление, оно осталось. Хотя сейчас годы прошли, конечно. Сейчас мне вот 49 исполнится вот как раз на днях. Вот то в мае месяце, я как раз родился 14 мая, как раз когда вот по солнечному календарю, как раз когда вот Израиль был правознашен государством, независимым. Вот, Только я в 69-м родился, а Израиль в 48-м. Вот все приятно в душу грею. Вот, пусть такие даже мелочи. Вот, и, знаете, интересно, что вернувшись, я, ну, не только воскрес физически, я еще был исцелен еще физически. Вот, и, конечно же, вот сохранилось, вот это тогда очень было ярким тогда, потом стало притупляться, конечно, вот эта импрессия, впечатление-то о той встрече, удивительная встреча, которая изменила все, абсолютно все в моей жизни. То есть, я вернулся не только в тело физическое, я вернулся новым человеком, другим совершенно, другими мозгами, другими шлифами, абсолютно. Все то, что мне раньше нравилось, мне это абсолютно разомравилось. То есть, вернувшись, я абсолютно не воспринимал то, что раньше нравилось. И, наоборот, то, что раньше терпеть не мог порой, мне это стало очень нравиться. То есть, совершенно другой человек. это было для меня было чудом вот как бы и очень знаменательным чудом а он его глаза его взгляд это и мама и папа и брат и друзья и вот все что я знал хорошего оно никакое сравнение не шло с тем что я видел там вот собака моя у меня была вот еще тогда у пацана совсем школьника не очень любила у меня очень обожала постоянно отдача облизывала и я знал что скажи ли жизнь отдать она даже не спросит зачем вот так любила и смотрел не всегда я с детства запомнил взгляд такой удивительный при покрепленности знаете и интересно вот там будучи перед ним богом даже вот не даже и даже и собачьи эти глаза не не могли сравниться потому что там настолько что скажи молодая жизнь он это сделал даже без всякого без всякого даже сражения вот это я потом уже узнал что он это сделал вот а вообще это потрясающе и и вот я читал книги по атеизму вернувшись то что раньше терпеть не мог читать не мне не нравится я художник не всегда еще и до школы и участь средней школе я также посещал что художественную для меня моим языком были кисти краски графика живопись это был мой язык это я любил я этим разговаривал я был молченом по жизни как бы и кто меня раньше знал там с меня клещами но я мог это как-то выразить лепкой или же чаще живопись графика этим жил и знаете а после когда вернулся я очень полюбил читать целый мир открылся вот я читал книги серьезные взрослые по атеизму читал книги когда тоже вот особо эмгель сам перечитывал его антибюринг когда вот и а потом книги по атеизму в этих книгах по атеизму ну что 15 лет серьезные книги стал читать такие по атеистической идеологии материистической идеологии значит ну это полно у нас было и знаете стал читать в одной из книг я прочел как раз фрагменты из писания и вот первая цитата была как раз из пророка иеремии довольно большая была цитата она начиналась такими словами так говорит господь потому что большая цитата ну конечно в этой книге все критиковалась в пуха прах как бы развеивалась отчитают отчиталась тогда идеологически но для меня просто потерял все всякая критика всякий смысл а вот это слово но стало для меня просто то что говорила мою жизнь будет говорить вот я это себе записал зову себе такую тайную тетрадь вот и читал каждый день эти тексты что он удавался находить я записывал эту тетрадь перечитывал тетрадь постоянно но никому не показываю потому что мои попытки поговорить о том что я пережил они заканчивались очень плохо то есть каждый раз я пробовал родителям рассказать даже не нужно рассказать а вопросы задавал после которых они думали что у меня была грацинация там или там или что-то еще врачи напугали что вот раз умирал ночи то могут быть впоследствии на голове да еще и отразиться все это психики вот но на самом деле это не полагалицу нация полиция не меняет человека душу не меня это это другое это как уже уже будучи там советской армии там солдатом я об этом тоже свидетельствовал много где я пережил чудо в карцере будучи здесь в московье кстати еще на курсах выстрел служил и будучи в карцере я пережил видение видел иисуса не выходя из тела не умирая будущее в теле но видел видение и когда рассказывал об этом случае спустя годы уже и там были курсанты военные медики будучи и там был один преподаватель полковник уже пожилой человек врач психиатр военный врач и мы с ним беседовали потом после собрания и он говорил значит знаете то что я послушал я понимаю что была галлюцинация потому что там дышать флором почти месяц не есть не спать насчетом и почти не пить новую находиться в карцере в месяц это не шутка знаете ли и в таком состоянии и как бы холод голод и покой когда три заповеди хирурга плюс еще фор и и и обезвоживание и все это как бы и без сна все условия для хорошего